Как в новом году сократить расходы личного бюджета? Часть трат на услуги ЖКХ можно вернуть за счет государства. Каковы условия выплат компенсации и кто имеет на нее право? Подробности в нашем материале. Право на получение компенсации за услуги ЖКХ по сути имеет любой житель республики. Социальное положение, наличие льгот или оформленная субсидия и даже семейный доход значения в этом случае не имеют. С 1 июля 2012 года у нас в республике установлен предельный максимальный индекс изменения платы населения за коммунальные услуги в размере 110%. Поэтому если с 1 июля платежи семьи превысили прошлогодние более чем на 10%, гражданин имеет право обратиться за компенсацией. Самому прикинуть это можно следующим образом. Например, за 6 месяцев прошлого года вы израсходовали 500 кубометров газа и заплатили за это 500 рублей. По одному рублю за кубометр. Чтобы узнать, имеете ли вы право на компенсацию, нужно посчитать, сколько бы вы заплатили за эти же 500 кубометров, но по тарифам декабря еще 2011 года. И если разница более 10%, вы получите компенсацию. Правда, по стоимости одной услуги выводы делать не стоит. Учитывается именно совокупный платеж. На сегодняшний день, скорее всего, уже многие получили квитанции за декабрь, оплачивают эти квитанции. После того, как фактические расходы прошлого года полностью будут оплачены населением, можно будет обращаться за компенсацией. То есть за весь прошлогодний период можно ее получить сразу. Но нужно помнить, что до 1 апреля 2013 года следует сходить в органы социальной защиты по месту жительства. Получить консультацию можно также в отделах социальной защиты по месту жительства. С собой нужно принести копию паспорта или другого удостоверения личности с предъявлением оригинала. Документы о начисленных и оплаченных коммунальных услугах за 2012 и за декабрь 2011. Кроме того, у вас не должно быть долгов за услуги ЖКХ. Не забудьте также взять с собой титульный лиц сберегательной книжки с копией. Ваше заявление и станет обязательным условием для начала расчетов компенсации.